Продолжение следует... Проколебимо в своей молитве, даже если это приводит к раздражению и скандалам. Ходить в церковь тайком или пропускать службы, чтобы не было скандала в семье. Как всегда, так и сегодня, скажем, фразу, которую много раз говорили в этой церкви, нет в духовной жизни шаблонов. Все глубоко, индивидуально. И если в одном случае нужно не только не бояться скандалов, а пойти и на смерть ради правды Божьей, ради Господа, то в другом случае надо переступить даже через себя. И свое спасение даже принести в жертву ради спасения иных. Все очень глубоко, индивидуально. Но, чтобы понять, как там все-таки быть. А для этого вот что нужно, мои родные. Нужно вот что. Нужно стремиться расти в любви. К кому? Ко всем и, в частности, к домашним. Его. К домашним своим. Если я тебя люблю по-настоящему, я буду делать не то, что я считаю нужным, а то, что тебе на пользу. И при этом, может быть, ты меня будешь понимать и благодарить. А может быть, будешь не понимать и обижаться. Но я буду стараться делать все, что служит твоему благу и твоему счастью. Вне зависимости от твоей реакции и вне зависимости от того, какие несет последствия мне. Но вот мы же знаем, да, приходили, видите, настоящих учителей, например. Я видел таких. Они несут свет познания ученикам. Не важно где, в школе, в вузе. Это не имеет значения даже. А среди слушающих разные есть. Я сижу на задней парте, и мы с другом в морской бой играем. Для нас это очень актуально и очень важно. Мы решили больше не делать. Да, мы больше делать не будем. Будем играть в крестики-нолики. А человек распинается там для кого? Ну, работа такая, деньги получает. Да нет, не все ради денег. Не всегда. Так полплоско. И я видел, как многие люди с искренней любовью и по-настоящему говорят правду, учат, сознавая, что только единицы воспринимают. Я это видел, среди священников, например, тоже. Многие несут правду Божию, сознавая прекрасно, что только единицы по-настоящему поворачиваются. Но это ничего не меняет. Ничего не меняет. Мир-то единицы и двигают, кстати, настоящие. Рядовых много в армии? Командующий один. Ну вот. Поэтому и тут. Поэтому главное, чтобы все совершалось с любовью. С любовью во имя любви. И во имя любви к конкретному человеку. А можно всех любить легко. Вы знаете, я всех люблю. Скажу, все. Чего ты обязан меня? Ни к чему. Ну, только улыбку сделал симпатичней. Я всех люблю. Все. Все. Ты ушел. А когда я скажу, я люблю тебя, а ты возьмешь, да непонятно почему, поверишь, и подаешь, скажешь, ну тогда мне помоги. Что-то сразу разлюбливать стал. Вот. Поэтому главное, что все, что мы делаем в семье, на работе, в любом социуме, как сейчас модно быть, в обществе, в любой, где бы ни были ситуации, делать с любовью. Вот если это будет, тогда формы найдутся. И в разной ситуации будет разная форма. В этой ситуации нужно будет стоять. Стоять и свидетельствовать, быть и молитвой, и правдой Божией. И за это получать и плевки, и пинки. Только без зла это принимать с любовью. А в другой ситуации надо будет наоборот. Замолчать. Замолчать. Я как-то не так давно рассказал факт, я хотел бы все-таки его сказать. Еще раз повториться, простите, кто-то, может, не слышал, поэтому повториться. Вот у нас была такая ситуация в церкви нашей, когда в 90-е годы, наша церковь начала быть, в 1988-м. В 90-е годы. И совершал служение. И я тогда еще видел, тогда интернетов не было. Книг было очень мало. В церкви было большое количество неграмотных пожилых людей. То есть ситуация изменилась сильно за последние годы. На глазах прямо. Ну вот, и чтобы вот как-то духовно нам расти, вот такую форму мы приняли в праздники. Вот как сегодня вечером будет служба, на камню праздник. После вечерней мы садились, ну тут сколько было, ну 30-40-50 человек, по-разному. И общались на заданную тему. Духовную, конечно, понятно. У нас было три темы. Священное Писание. Бессистемно. Что-то кусочек я беру, что-то интересное рассказываю и меняемся мнению. Второе – это за прошедший период общения жития святого. Но только не популярного, а вот как раз, который мне все обращают внимание. Кто это такой, Семен Столпник там? Или там это Кирилл Иерусалимский? Ну, Николай Годник все знают, Пантелеймон. А вот этих-то? Вот, вот, вот. И тоже не было смысла все жития перечитывать. А что такое очень интересное, и практически важное для вывода. А третье было у нас – это уже я молчал и поработал, что кто-то рассказал что-то. Рассказал. Очень личное, но для того, что привело к Богу его. Его путь к Богу. Его путь к Богу. И вот помню раз такой момент, когда одна женщина рассказала такой факт у нас среди. Она теперь покойная, возраст у нее был. Тогда уже она рассказала, что в свое время она вышла замуж. Вот здесь жила, в Болгаре. Вышла замуж, и муж у нее в пансиональности русский. А она в пансиональности из татар. Татарочка. И она, значит, вышла замуж и в дом к мужу. Свекровь там. Если кто знает татарские традиции, они отзываются на исламе, то если сноха живет с свекровью, то сноха должна оставать раньше свекрови. Всегда. Спастили. Свекровь встает, самовар уже горячий. Так у мусульмана должно быть. Если свекровь говорит, сноха не имеет права говорить. Ну, так у мусульман. Там отношение, взаимоотношение свекровь с сноха очень жестко. Очень жестко. Очень жестко. И она воспитывалась такой среди. И когда она пришла в дом к мужу, там свекровь, она уже на строй. А свекровь-то русская, православная. И Господь так устраивает, она очень верующая была человек. И она оказалась не готова к сноха, к тому, чему свидетелям оказалась. А что? Она просыпать стала пораньше, а свекровь сноха говорит, я уж чайничек согрела, давай чайку попьем. Она не знает, что делать. То есть она знает, что делать. Сесть и пить. Но она не готова к такому. Ну и во всем остальном. И свекровь была вверх, ходила в церковь, молилась, сдала посты. Но никогда ничего ее не заставляла. Да, она во всем как бы хорошо, но она в напряжении была. Она все ждала, когда начнут ее заставлять крутить. Давай креститься, мельчаться. А свекровь ничего этого не делает. Она все ждет, и проходит год, два, а она ничего не делает. Но при этом возникают какие-то бытовые вещи. Ну, например, например, они с мужем, маленький, вот там, как бы скандальный. И он, ну, надавил на нее на жену-то. В общем, давил до слез. А свекровь никогда не вмешивалась в их взаимоотношениях. Жили в одном доме, но никогда не вмешивалась. И тогда началось, она уходила с себя в комнаточку и там занавешивалась, и не выходила даже. Не приманчивая с чьей стороны. А потом она просто молилась за них, чтобы Господь их умерил. И все. То есть она участвовала, она вмешивалась только молитвой с любой из обоих. Так получается. Только она не знала сначала занавеской, что там все равно делать. А это вот он как-то сильный, так это жестко на жену-то. И случилось то, что свекровь вышла из занавески в первый раз. Подошла, обняла снаху, целовала, прижала к себе и сказала, сынок, ты мужчина. Тебе легко бы всегда обидеть свою жену. Тем более такая, как она. Но я должна тебе сказать правду. Пока я жива, я не дам тебе этого сделать. Не дам. А у нее просил прощения, что не смогла воспитаться настоящим мужчиной. Да вообще в никуда ушла. Вот это он точно уже не ожидал. Если кто знает, например, Коран, кто читал, там обязанности мужа по отношению к жене расписаны. В Коране. Там, например, написано вот так. Если жена приятное послушание, муж должен, а дальше пишу, а дальше прямо из Корана дословно, налагать побои на жену. То есть истинный мусульманин должен поручить жену свою. Если она не так что-то делает. Это его обязанность прямая. А тут как раз все наоборот получилось. И вот так она жила с такой свекровью. И потом я забыл, сколько они жили вместе. Я просто не помню. Свекровь умерла. Ну, умерла. Сколько-то пошел она умерла. И когда она умерла, ну, пришли те, кто ее любил, знакомые, родные и знакомые. И в частности, с кем она ходила в церковь. Ну, они за нее молились там тоже при похоронах. Ну, все. Как полагать, делали. И во время поминок, в которых снаха, ну, как, она там готовила, подавала, ну, как все. Вот. Она услышала, как ее подруги по возрасту, бабушки, дружище, сказали, а, миленько, отошла. Как она молилась всегда за всех. И за родных своих, за семьи, за эти, в том же, внуки появились, за внуков. Говорит, теперь уж некому молиться в этой семье. И от снаха услышала ее проделить слова. Она поделила, говорит, правда ведь? Это правда? И она поняла, что в семье доброго есть, это ее любовью, свекровью, ее молитвой. И она подошла говорит, как некому? А я вот живая, я буду молиться. Ну, эти тетки переглянулись, говорят, да, ну, ты же ведь это, ну, как, нет, ну, мы говорим, что перед Христом некому молиться. Ты же, вот ты мусульманка, а она христианка, за нее даже некому теперь помолиться. Потому что мы, старички, отойдем. Я сказал, нет, так, она говорит, так не будет. Я слишком многим обязан своей покойной свекрови, я обязательно буду молиться за нее. И эстафету возьму свои руки. Что мне нужно, чтобы принять в крещение сделать? Она принимает в крещение и потом просит этих ее подруг, как она молилась, расскажите мне, я это продолжу. и вот она, когда мы были вот так в церкви, рассказывали, и она рассказала, как она пришла к Христу. То есть, образ и дело любви ее свекрови развернули, не только земной раз ей принесли, семейное благополучие, радость детям, пример подражания, душу ее, из-за кого она теперь молится, к спасению подвигла. Чем она это сделала? Какие психологические трюки она проводила? Какие тонкие, добрые для целей интриги она использовала? Никаких! Ну как? Просто любила. Просто. Живя во Христе, любила просто. И это оказалось совершенно достаточно. А формы, я вот рассказал, какие были формы. Такие были, и другие были формы. Сердце на полной любовью формы найдет. И видите, я повторюсь, я сказал, что там было. Там было очень большое напряжение. Сноха ждала от свекрови. Ну только неположительных вещей. А получилось наоборот. Перебивая, скажу, в начале 90-х, когда много делалось для развала России, руководство Татарстана, умненькие люди здесь, коммунисты, люди умные же ведь, они сами помалкивали, а свору воспитали националистов, которые кидали в нужный момент, в нужные места, на автобус, куда надо. И там появились свои лидеры. Была такая Байрамова. Ее сейчас не слышно, а у нее основья учились в Англии, она считалась очень восточным человеком, мусульманкой, и она, в частности, на этих митингах говорила, например, такие вещи. Детей от смешанных браков надо сжечь. Ну, например, кроме всего прочего. Мусульманы должны стоять только по-мусульмански, строго. Нам нужно возвращаться к исламским истокам, Корану, она говорила. А Россия для нас тюрьма. Так она говорила. И вот у нас был какой-то женский форум в Казани, и были только женщины. И вот там она вышла с обычной для нее речью, вот такой. И председатель действующий татарка. Стал сказал, так все-таки возвращаться к истокам ислама, поставщик по-мусульмански что нам надо? Она говорит, да. Она сказала, вот, покажи пример. Закрой лицо, уйди за занавеску, не показывайся. И молчи в присутствии, кто старше тебя. Она говорит об исламе, а поступает если уж больно по-исламски. Так и вот, обратный пример. Можно говорить много чего, а реальные дела-то. Так вот, мои дорогие, поэтому главный вопрос, вот, простя ответ на этот вопрос, как поступить глубоко индивидуально? А как понять, когда лучше? Когда любить будем? Ну, это когда будем, а начать сейчас. А как сейчас я могу любить, если я не люблюще? Как поступить, я не знаю. А Христос как говорил, понял? Итак, как хотите, что с вами поступали люди? Так и вы поступать с ними. Ты хочешь, чтобы тебе пинки выдавали? И я не хочу. Ну, не будем выдавать, тогда и вы. Ты хочешь, чтобы тебя грязью поливали регулярно? Ну, так и давай не будем обливать грязь других. Ты хочешь, что тебя уж не полагают, ну, хоть бы выслушали? Ну, давай начнем это делать тоже. То есть все очень просто. Все уникально просто. Как ты хочешь, чтобы к тебе относились? Вот это относись к своим близким семейным, домашним. И они станут вместо врагов больше, друзьями, настоящими родными. И будет настоящая семья. А то, что нет любви, а вот как бы искусственно, умом себе говорю, как я хочу ко мне относиться, и я так буду. Это не страшно. Это не страшно. Человек вот каким рождается, а нет. говорить то не мы. Потом учимся. Хорошо говорим, много, да? Даже лишнего, правда? Ну вот. И зубы растают. Не только если кусаешь друг друга. Получается откусывать куски друг друга? Получается. Учимся по жизни? Учимся. Поэтому здесь Амурос общински говорит, нет любви, делай дела любви, загорится в сердце. Привычка будет загорится. Среди масс людей такие, которые считают, любовь это такое наподобие метеорита. Оно сверху падает или не падает. Ну попался в тебя сейчас лифчик. Меня ни разу не попало. Несчастный. А любовь это не метеорит, который падает. Это только люди слабые так считают, которые не хотят потрудиться. Любовь есть плод труда. Плод борьбы с собой. плод науки видения человеки то удобно, что есть в каждом без исключения. Искусственный путь ведет к неискусственной любви. Понуждаем себя, а плод потом явится искренний, естественный сам. Вот так и здесь. Понуждаем себя относиться близким так, как хотим, чтобы они к нам относились. Приведет привычек навыку. Ну таки все хорошо. А навык зажгет сердце. Вот таким образом. Продолжение следует... Продолжение следует...